Всем привет, друзья! С вами D1Point, это Need for Speed Payback и вы смотрите передачу весь тюнинг, ну точнее это не совсем весь тюнинг у нас получается, а по крайней мере мы смотрим на весь внешний тюнинг у автомобилей, присутствующих в игре. Итак, мы уже прошли почти весь список автомобилей, мы прокачали практически все тачки, которые доступны в игре. Плейлист есть, вы можете посмотреть интересующую вас машину, посмотреть на ее тюнинг, как он там выглядит и так далее. Итак, в одной из последних серий я прокачивал Chevrolet Camaro SS, поэтому следующая тачка у нас идет Chevrolet Belair, но тем не менее вы уже видели весь тюнинг этого автомобиля, причем с суперкомплектациями, это все понятно, это немножко другая передача у нас. Потом Chevrolet C10 Stepside Pickup, эта машина тоже у нас считается реликвией, поэтому у нее есть суперкомплектации, и это опять же нам нужно будет смотреть передачи про суперкомплектации, потому что нужно будет глянуть, как эта машина выглядит в той или иной комплектации, суперкомплектации, и естественно она, ну, суперкомплектация немножко отличается от того, что нам предлагает обычный тюнинг в гараже, поэтому мы это пропускаем, и следующая машина у нас Acura RSX-S, но тем не менее эта машина у нас тоже была уже в передаче весь тюнинг, только это было не по порядку, я ее однажды прокачивал под стиль андеграунда, если вы поищите, вы обязательно найдете это на канале. Итак, следующая машина у нас получается Nissan Fairlady 240Z, эта машина у нас вроде как прокачивалась весь тюнинг, потому что я ее делал под гонки, по-моему, или что-то такое, в общем-то я уже ее прокачивал, но я не показывал у нее все суперкомплектации, поэтому опять же она у нас остается на потом, мы будем смотреть на ее все суперкомплектации и выбирать лучшую. И получается то, что в сегодняшней серии у нас Mazda MX-5, вы, конечно же, это увидели уже на обложке и подумали, зачем я так долго иду к ней, но тем не менее мне нужно объяснить, потому что мало ли вдруг кто-то пропустил какие-то автомобили, которые его интересуют и не увидел их тюнинг, а все это есть в плейлисте, ребята. Итак, Mazda MX-5 2015 года. Я, честно говоря, очень люблю Mazda MX-5, мне кажется, что они какие-то характерные такие малютки, прям они вызывают какие-то эмоции, когда на них смотришь. И даже вот эта Mazda MX-5 2015 года, это на данный момент последний кузов, и она тоже вызывает какие-то эмоции, но если, например, Mazda MX-5 в кузове NA, это первая модель, она вызывала какие-то милые и добрые чувства, потому что была очень милым автомобилем, то MX-5 2015 года, она прям такая брутальная, она немножко скалится на тебя и явно не улыбается, она как будто как-то недовольно смотрит на тебя как акула, как будто как-то хочет откусить тебя кусочек, попробовать что-то такое на вкус. Итак, мощность у этого автомобиля 158 лошадей, максималка 214 км в час, с нуля до сотни 690, 1.4 мили 1540, ну и в общем-то такие прям довольно-таки обыденные характеристики, поэтому здесь я вас даже не буду, как всегда, просить там 3000 лайков, чтобы я ее прокачал полностью, потому что смысла не имеет, ребята, я ее уже полностью прокачивал под разные типы гонок, например, там под рифт, под гонки и так далее, и она себя не очень хорошо показывает, потому что машина всего до 299 уровня качается, но тем не менее, тюнинг у нее прикольный, и сегодня я вам его покажу. Вот так вот она выглядит в городе, да, сейчас у нас темень, к сожалению, ночь наступает в игре быстро и довольно-таки долго идет, что странно, но тем не менее, как-то вот так вот, красного цвета она и, блин, не знаю, мне даже в этом кузове Mazda MX-5 нравится, хотя больше всего мне она нравится в кузове NA, но тем не менее, поехали, и давайте сразу же у нее сделаем прижимную силу на низкую и посмотрим, как она будет сейчас управляться. Кстати, очень интересная, отличительная особенность этого автомобиля – звук. Звук очень даже недурный у этой тачки, реально недурный. Мне нравится, как она звучит, реально нравится. То есть в ней чувствуется какая-то спортивность, но тем не менее, машина это, ну, она как бы спортивная, но не сказать, что она прям супербыстрая какая-то и так далее. Я бы ее вообще, не знаю, даже прогулочной бы назвал, потому что ездить на ней куда-то далеко точно вы не сможете, ну, если говорить про жизнь. А в игре она тоже не особо полезная, потому что, ну, 299 уровень, ну и, в принципе, это Mazda MX-5. Эти машины все время берут такие дурачки, как я, которые их любят, и просто тупо катаются на них, и все. В общем-то, для этого у меня есть уже Mazda MX-5 V на кузове, но, тем не менее, можно собрать еще и вот такую, и на ней тоже покататься. Так. Ну, в принципе, управляется она хорошо, поэтому чисто фрироуд устраивать по локации Need for Speed Payback вполне себе можно. Но, конечно, иногда хочется поджать, но даже вот на нетрушке она не совсем хорошо себя чувствует. Ну, точнее, чувствует она себя хорошо, но едет в этот момент медленно. Зато поворот она проходит очень даже прикольненько. И, как видите, я даже практически все множители умудрился собрать и даже не задеть забор. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Так что автомобиль в стоке вполне себе управляемый. Так, давайте еще вот эти ворота проедем. И, наконец-то, уже пройдем небольшой дрифт-челлендж, который я никогда не прохожу. Зато мы хотя бы можем по множителям понять, насколько хорошо управляется машина, насколько хорошо она держит себя в дрифте. Но в данный момент не особо она дрифтит. Но, тем не менее, если прокачать эту машину до 199 уровня, она вполне себе хорошо в управляемой заносе ведет. Я, по крайней мере, это проверял на дрифтовой комплектации. В заносе она себя ведет очень даже сладенько. Давайте немножко подожмем, потому что 200 км в час – это вообще не наша скорость. И как-то мы, получается, слишком долго едем до гаража. И мне это не совсем нравится. Но, что поделать, Mazda MX-5, она никогда не была очень быстрым автомобилем. Но звук, блин, но звук хороший. Вот звук вообще шикарный, просто шикарный. И очень мне нравятся еще задние фонари у нее. Вполне себе прикольно выглядят. Не, ну вообще машинка очень прикольная, аккуратненькая. Ну, блин, медлительная. Вот это вот… Этого не отнять, к сожалению. Бабах! И еще я не вписался в поворот. Ну, такое бывает, бывает. Ну, что поделать. Такой я криворукий, идиот. Так, ладно, давайте. Визуальная модификация. Стекла, естественно, как всегда, можно затонировать. Крышка капота. Всего две. Это печальненько. Это печальненько. Не люблю, когда всего два вида тюнинга у нас есть. Вот так вот фары у нас, как всегда, просто затягиваются в пленочку. Тут ничего такого нету. Суперкрутого. Передние дефлекторы. Вот такие вот огромные можно поставить. Вот такие. И… Боже мой! Я и забыл то, что здесь есть вот такие ужасные передние дефлекторы. Мать твою, как они херово вылезут! Ужас! Так, ладно. Сплиттер. И тут у нас начинаются интересные вещи. Сплиттер от пандема. Need for speed. Потом need for speed. Потом снова need for speed. И опять need for speed. Теперь гост. Это, кстати, от гост. Здесь сплиттер очень даже прикольный. И need for speed. Тут, в принципе, все ясно, но мы ее будем, наверное, фигачить в пандем. Так, передние крылья. Пандем. Need for speed. Сплит. Гост. И гост. Ну, вот это, конечно, вообще ужас полный. Я не понимаю, зачем это надо. Но, тем не менее, для дрифта вполне себе может и подойдет. Боковые зеркала. А тут все, как всегда. Даже я этого комментировать не буду. Так, пороги пандемовские. Need for speed. И… Гост. Слушайте, а в принципе, если поставить вот эти пороги гост и вот эти, блин, крылья гост, ну, как где они у нас были. Вот такие, допустим. Он, если прикольно, машина будет может смотреться. Давайте пробуем проэкспериментировать. Не буду я делать пандемки. Обычно всегда делаю мх5. Так, значит, заднее крыло пандем. Это у нас need for speed. Гост. Гост. Ну, тут ясно все. Так. Спойлер. Давайте спойлер сначала глянем. Пандемовский. Вот пандемовский спойлер, мне кажется, он больше всего не идет. Потом IPR. IPR. Need for speed. Ducktail. Ducktail тоже вполне себе на ней хорошо смотрится. IPR. Гост. И вот такой вот гост еще. Ну, в принципе, надо будет, наверное, что-то из Ducktail, мне кажется, все-таки выбрать. Потому что огромный спойлер ставит тоже такое себе занятие. Крышка багажника. Немножко другую можно сделать. И в чем разница. Ну, ладно. Так. Задние фары. Ну, тут просто тупо тонируются. Это все понятно. И вот заметьте. Передние и задние бампера вообще никак не меняются. Это очень странно. То есть, обычно у тачек, как бы в NFS, все-таки бампера поменять можно. Но не на этой машине. Здесь у нас только сплиттеры и диффузоры. Можно присобачить к задним бамперам и к передним бамперам. Так, ладно. Давайте диффузор туда посмотрим. Такой вот есть у нас от ГОСТ. Пандем. Не форспит, не форспит. Ну, тут все. Ой, ё-моё. А зачем? А почему номерной знак перекрывается? Как это ужасно смотрится. Ну, блин, ну, в принципе, конечно, если снять номерной знак, то, в принципе, может быть и ок. Но, конечно, ну, такое. Слушайте, а номерный знак я ни разу не пробовал. Его снять-то можно? Ну, Фому, снять-то и нельзя. Он всегда тут. От него не избавишься. Так, ладно. Выхлопные трубы. Такое, такое. Такое. Да, ну, на самом деле, выхлопные трубы здесь все такие себе. Вот тут можно по судзоку стайл устроить. Но все равно, я считаю, для по судзоку надо еще выше трубы, чтобы прям в небо выходили. А тут такое себе. Ладно, давайте попробуем из нее сделать пушку-гонку. Красивую. Но, опять же, по мере моих возможностей, потому что я же знаю, вы считаете то, что я хреновенько прокачиваю машины. Но, тем не менее, ребята, в этот раз я постараюсь. Ради вас, братаны. Ради вас постараюсь ее сделать симпатичной. Но, правда, так не будет, потому что, опять же, на вкус и цвет, ребят. Так, пандем. Нет. Infor Speed. Где-то я видел симпатичное. Вот. Вот мне вот этот гост нравится. Сплиттер. Прям он такой вот как надо. Так, передние крылья я хочу поставить. Вот эти, Infor Speed. Ну-ка, давайте посмотрим, как у нас теперь мордаха смотрится. Но она... Она прям дико широкой стала. Охренеть. Слушайте, а у нас даже, по-моему, пандем не такие широкие. Да, ну, как я понимаю? Ой-ой-ой. Не туда пошли. А, нет. Нет. Пандем вроде такие широкие. Ну-ка. Ну, вот кажется, кажется так за счет того, что у нас идет снизу вот такой, как бы, скос к бамперу нижней части. И кажется, что не так широко. Но на самом деле они такие же широкие, как и вот эти. Ну, чуть-чуть прям вот разница. Но, блин, что? Будем делать пушку-гонку. Единственное, мне кажется, надо теперь сплиттер немножко другой. Что у нас по сплиттерам? Да. Надо вот этот сплиттер. Он и комплектом, получается, сюда идет. Ну, ладно. Придется, ну, для такого расширения 100% лавку туда придется делать сзади. Тут уже не обойдется тактейлом. Но машина, конечно, становится прям... Ну, для кого-то, наверное, жуткой будет. Для кого-то жуткой. Но мне кажется то, что прикольно. Так, вот сюда теперь. Да, прям она у нас становится такой необычной. По крайней мере, я такую MX-5 ни разу не видел в жизни. Так. Ну да, давайте вот такое. Как у нас сзади будет? Вот сзади будет, к сожалению, вот так вот торчать, я так понимаю. Потому что задний бампер мы не можем поменять. Это хреновенько, блин. Это очень хреновенько. Кстати, боковые зеркала тоже поменяю на гоночные, раз мы ее под гонку все делаем. Ну, в принципе, вот так вот. Я еще забыл, знаете, что сделать? Передние дефлекторы. Потому что раз у нас все под гонку, то надо вот такие, наверное, поставить. Типа полностью гоночный автомобиль, что вы хотели. Все так и делается. Так, значит, фары. Ну, давайте затонируем просто. Хотя, блин, не люблю я вообще тонер на задних фарах. В жизни это убого. Так, теперь спойлер. Ну, естественно, пандемовский, мне кажется, теперь надо ставить. Тут уже без вопросов вообще. И диффузор. Вот тут самое интересное у нас будет. Я не знаю, какой диффузор ставить, потому что машина у нас теперь прям пущка-гонка. Но, тем не менее, блин, даже не знаю. В принципе, этот диффузор должен как-то подходить. Хотя у нас все, получается, внизу идет в карбоне. Поэтому давайте, наверное, пандемовский диффузор поставим, чтобы все это у нас как-то смотрелось. Ну и, конечно же, нужно огромную, огромную банку зафигачить. Поэтому ставим вот такую. А не самая огромная, но тем не менее подходит. Блин, мне дико не нравится, что вот эти вот крылья заканчиваются вот так вот просто обрубленные. Такое себе это смотрится. Но зато спереди все вроде бы окей. Ладно, теперь нам нужно выбрать диски. Потому что тут у нас не все так просто. Надо что-то такое, типа, гоночных дисков брать. Но вот эти вот артеформы вполне себе смотрятся. Но надо что-то такое прям гонка-гонка. Что у нас есть гонка-гонка? Вот такие еще артеформы у нас есть. Ну, в принципе, наверное, их и давайте поставим. Да, вот эти артеформы. И еще больше их сделаем. Потому что у нас же пушка-гонка! Так, и здесь надо на шинах еще написать. Либо кумху, либо фолкин. Давайте фолкин напишем. Так, все, написали. А, что там с тормозами? Я что-то не понял. Там барабанные тормоза спереди? Серьезно? Серьезно? А, нет, 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 мне показалось. Фу, блин. Я аж чуть-чуть обосрался. Я уже такой думаю, ни хрена себе. Уже подпустил штаны. Думаю, барабанные тормоза на такой тачке. Вы что? С ума сошли? Но все оказалось отличненько. Так, вот я не помню. Вот эти диски я поставил. Тут вот, блин, хреново то, что нифига не пишется. Именно маркеты дисков есть. А серия дисков ни хрена не пишется. Так, окей. Так, и что? Получается, их-то еще больше надо сделать? Да. Еще больше. И на шинах, естественно, написать Фолкин. Ну или Фолкин. Как кто читает? Мне удобнее Фолкин. Так, ну в общем-то, ребята, автомобиль готов. По крайней мере, внешне. Давайте мы его сейчас просто занизим. Ого! Вот это монстр получился. Блин. Я, как всегда, напишу, ребята, колхоз. Чтоб вы не парились, не метались, не искали, где это написать. Сразу, чтобы лайкнули и так далее. Но, блин. Ну согласитесь, это необычно выглядит МХ5. Мало кто такое делает. Так, теперь от сообщества. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. И я не единственный, кто ставил такие крылья. Так, есть вот такая вот раскраска дикая Speed Hunters. Но нам нужно что-то такое, чтобы было в гоночном стиле. Поэтому давайте искать что-то под гоночный стиль. Вот, грейди. Отлично. Вот это мне уже нравится. Вот это смотрится прикольно. Единственное, полоса себя хреново чувствует, потому что у нас крылья тут не совсем те, которые стоят там на превьюшке. Так. Окей, окей, окей. Значит, что у нас еще? Есть еще одни грейди. Угу. Есть что-то с золотом. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас за золото. О! Вот это уже интересно. Но тут больше, как мне кажется, под дрифт. Но, тем не менее, зато у нас есть надписи Falcon. Ну да, тут написано дрифт. Все дела. Но из бомб. У нас тачка под гонки, а не под дрифт. Поэтому надо что-то такое прям гоночное, спортивное. О, у нас есть белое. И, о, слушайте. Mighty Car Mods написано. Ben Sopra. Но вот это мне нравится. Я не знаю, почему. Я уверен, что белые винилы не совсем идут MX-5. Но в данном случае что-то прям мне как-то зашло. Так, хорошо. Что у нас есть здесь еще? Вот такой вот ротифорум. Ну, это тоже, в принципе, какой-то дрифтовый прям винил. У нас тачки не для дрифта. Так, Speed Hunters. Вот тут мне как-то не нравится вот эта полоса. Она, получается, на клепки заходит. Но хотя машина выглядит очень даже по-гоночному. Так, хорошо. Что у нас есть еще интересного? Ну, в принципе, наверное, ничего еще особо интересного-то я и не вижу. Есть какие-то вообще странные винилы. Ну-ка, что здесь? О-о-о, тут слишком много всего понапихнуто. Опять дрифт. Ну, очень много, да, дрифтовых винилов. Потому что тачка для дрифта смотрится очень даже хорошо. Но мы сегодня сделали для гонок. Опять же, буду повторять это в миллиардный раз. В принципе, такой винил тоже вполне себе прикольно смотрится. Опять белый с серым. Почему-то тут любят белые цвета на MX-5. Так, я хочу, короче, поставить все-таки тот винил, который у нас был. И, наверное, все. Где он там? Где он, где он? Я его потерял. Опа, ну-ка. А что вот это за винил? Что у нас серый, в принципе? Пандем, спидхантерс. А, ну тут... А, нет. Нет, нет. Не люблю я вот эту вот на жопе хрень. Так, о! Мартини Рейсинг. Вот такие винилы, в принципе. Они как раз и гоночные. И на этой машине вполне себе это все смотрится. Даже с этими убогими задними крыльями. Поэтому, в принципе, ребят... Блин, надпись Мазда, конечно, сверху прям вообще ужасная. Но Мартини Рейсинг, ребят. Мартини Рейсинг, это надо все... Все уважать. Поэтому ставим Мартини Рейсинг. И я думаю, что даже катки мы трогать не будем. Оставляем просто их вот так вот серебристыми. И не будем красить, как всегда, там, внутряночку в черный. Или чем-нибудь такое. Потому что мне, честно говоря, надоело уже эту внутреннюю часть составной дисков красить в черный. Прям... Надоело. Ужас. Все так делают. Все, задолбало. Поэтому оставляем ее просто вот такой вот гоночной. Ну и знаете, что я могу сказать? Мне это все напоминает историю с Lotus Elise. Или, кстати, какой тут Elise, по-моему, все-таки. Где она сначала выглядела, ну, такой, типа, полуспортивный автомобиль. Не особо топит. Но благодаря расширению она стала у нас казаться супер прям пушкой гонкой. Также здесь вот история повторилась с MX-5. То есть она в стоке, ну, такая, типа, не валит. Особо никуда не едет. Но благодаря расширению, благодаря вот этому вот прикольному винилу, машина теперь кажется, как будто она реально подготовлена под какие-то жестокие гонки. И смотрится, как мне кажется, ну, прям просто замечательно в такой обертке. Ребята, это, конечно же, все на ваш суд. Но мне кажется, что машина выглядит очень прикольно. Но, опять же, эта тачка не стритовая. Она больше подходит тем, кто любит какие-то кольцевые заезды. И именно под такой я эту машину и мутил. Поэтому, ребята, не нужно ее смотреть в рамках какого-то там города, того, где она сейчас находится. Эта машина чисто такая, как гоночная, которую выкатили на улицу. Просто покрасоваться, чтобы на нее посмотрели. В общем-то, вот так вот она выглядит, ребят. Не знаю, мне полностью ее внешний вид удовлетворяет. Мне все нравится. Мне кажется, что здесь все подобрано как нужно. Хоть и сплиттера, точнее, не сплиттера, а дефлекторы, это очень такое тоже вкусовщина. Они довольно-таки жесткие и здоровые. Но, тем не менее, на Porsche RVB такие же дефлекторы. И многим они не нравятся. А мне, например, нравятся. В общем, все, ребят. На этом буду заканчивать. Вот такая у нас MX-5. Вот такой у нее полный тюнинг. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайкусик под видео. Ну, а также не забывайте подписаться на канал. И, конечно же, тыкнуть на колокольчик. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Дима OnePoint. И пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok